Дорожная обстановка Весна наступает, зима заканчивается, выезжает больше транспортных средств на дороге. Что касается в целом дорожной обстановки, да, она на сегодняшний день, я бы назвал стабилизированной, ее обозначен. Потому что, если взять даже цифры, просто сухие цифры статистики. У нас за последние 7 лет на территории области где-то примерно на 70 тысяч увеличилось количество транспортных средств зарегистрированных. Представьте цифру, 70 тысяч, это огромная цифра. Но количество ДТП по сравнению с 2010 годом у нас уменьшилось примерно на 50%, даже чуть-чуть больше. То есть, получается, она даже не стабилизировалась, а улучшилась? Улучшилась, да. Но в целом уже аварийность на территории нашей области и в целом республики. Мы уже вышли на уровень европейских государств. А можно ли правильно организовать движение велосипедистов, если даже в областном центре всего 3 велодорожки? Вот здесь мы от европейских стран встаем, по-моему. Что касается нашего города, да, у нас в городе велодорожек, я считаю, недостаточно. Но в том же Вильнюсе, например, на тротуарах есть велодорожки? Есть. Они там прогрессованы, прочерки. И у нас просматриваются эти вопросы уже. Даже взять вот дорогу нашу реконструированную в районе Казимировки в направлении Якубовского. Там тоже есть такие дорожки. Ну, их мало, конечно. Но это больше вопрос, скорее всего, не госавтоинспекции. Мы только за. Но мы идем к этому. Наконец, я думаю, все-таки должны заметить, что очень много людей едет на велосипеде, а ездить им где-то надо. Да, ездить, передвигаться им где-то нужно. Кроме велосипедистов еще есть такая проблема мотоциклисты. Естественно, мототранспорт и мотоциклисты, так называемые, это та категория участников дорожного движения, с которой самое сложное работать. Работать в отношении наших методов, методов госавтоинспекции. А почему? Они же объединены, у них там есть вожаки, главное. Они к нам часто тоже на телевидение приходят. Такие хорошие вещи рассказывают, как они с вами сотрудничают. Есть та категория мотоциклистов, которая, да, действительно законопослушная. Она и нам помогает. Она нам помогает проводить различные акции, пропагандировать соблюдение правил дорожного движения. Сами проводят работу с теми мотоциклистами, которые где-то не подчиняются где-то их правилам, законам, клубам. Ну, есть и другая часть категории мотоциклистов. Это которые где-то купил мотоцикл, где-то не имеет еще водительского удостоверения, где-то, может, нетрезвый выехал. Это та категория, которая, да, она действительно создает проблему. Создает проблему она не только нам, как говорится, сотрудникам госавтоинспекции или службе нашей, но в целом и жителям и областного центра, и районных центров. И самим себе, наверное, в первую очередь. И самим себе, в первую очередь, подвергая себя риску. И получаются такие неприятные моменты. Трагедии. Автомобилисты имеют претензии к дорогам. Насколько качество дорог влияет на аварийность? Я хочу сказать то, что у нас в области в этом году нет еще ни одного дорожного транспортного происшествия по причине неудовлетворенного дорожного состояния. Ну, да, это было бы, чтобы и не было. Ну, это с ранеными и с пострадавшими. Материальные дорожные транспортные происшествия у нас есть. Их больше сорока уже по причине ямы. Это когда колесом попал в яму. Да, когда колесом в яму, когда где-то еще зацепило что-то где-то. Но нами в этом направлении работа проводится и серьезная работа. Выдано около 50 предписаний дорожным службам. Составлено более 70 административных протоколов в отношении дорожных работников. То есть за неуполнение этих предписаний, за ямошность этого, за все остальное. Давление в этом отношении снижаться не будет. Нас в этом направлении поддерживает как руководство УВД в целом, так и местная власть. Начиная от обысполкома и дальше. Будут ли этой весной какие-то новинки в организации дорожного движения? Говорят, пешеходы требуют больше светофоров. Да, такая ситуация есть. Оно и нам хотелось бы... Но это дополнительные деньги. Это дополнительные деньги. И деньги большие. И деньги большие. На данный момент светофор стоит, ну, прилично стоит. То есть старыми деньгами где-то около 500 миллионов. То есть суммы нормальные, приличные суммы. Но выделяются эти деньги. И в этом году тоже часть пешеходных переходов будет оборудована светофорными объектами. Михаил Михайлович, мой последний вопрос. Что пожелаете всем участникам дорожного движения? И пешеходам, и автомобилистам, и велосипедистам, и мотоциклистам? Это, конечно, самое главное – уважение друг к другу. На этом все и строится. Да, уважение друг к другу. Уважение и строгое соблюдение правил дорожного движения. И я уверен на 100%, что будет безаварийное участие в дорожном движении. Я благодарю вас за интервью. Спасибо. Спасибо. Спасибо.